Ричард на рыцарях Это моя любимая карта Вот эта вот Можно на ней проверять Будет немножечко, мне кажется, попроще И поставим прям рядышком соперников Друг с другом Так, чтобы прям они комфортно кайфовали друг против друга Ричард у нас с замком 8 Немножечко измененным под, конечно же, коней Волк у нас с замком 6 Почему волк с лучшим замком против Ричарда? Потому что у Ричарда есть рыцари И волк может в своем внутреннем замке Да хоть как-то развиваться Более-менее Даже при том, что Ричард будет напрягать рыцарями Но самое главное Мы сейчас увидим Насколько он будет это делать оптимально Итак Покажи, пожалуйста, свои конюшни Потому что здесь есть 4 конюшни У тебя замок немножечко изменен И я это на превьюшке указал Раз, два, три И вот здесь должна ставиться четвертая конюшня Рядышко Только почему-то она не ставится Ну, ничего страшного Она чуть позже поставится Вот она поставилась Теперь камень Вот он, пожалуйста То есть у Ричарда каменоломня просто снеслась И все Кстати говоря, кони, как вы видите, уже начали появляться У Ричарда все то же самое Ну, то есть он старается больше наняться в атаку Чем в защиту, конечно же И в рейд он так же хреново нанимается Как и в защиту, в принципе То есть, в общем, рыцари не так часто будут бегать Но при этом Они будут бегать И да, они будут напрягать И я надеюсь, что он сможет дать волку бой Ну, если нет Просто бой хотя бы будет интересным Бой будет жарким Да-да-да Тот самый бой Next door Еще, кстати говоря Есть очень интересная фишка у ботов Ну, это, как говорится Базовые знания Но все же Спасибо командеру, который все это дело подсказывает Показывает И подобное Рейд войска, имея очень низкий коэффициент найма Ну, то есть там, например Я здесь выставил 10%, но там защита что-то 10% И атака что-то 80% Ну, примерно все такие вот значения Есть, конечно, где-то побольше Есть где-то поменьше Есть где-то немножечко по-другому Это все было настроено для Ричарда Но, впрочем, имеем в виду Вы увидели только что две катапульты? Я тут что-то рассказываю А катапульта волка просто две Ричарда уничтожила Да-а-а В общем, рейд войска, когда Ричард будет атаковать Начнут помогать То есть у нас Если бот полностью нанят защиту То есть только два типа юнитов Которых он может нанимать Это в атаку и в рейд И напрягающие юниты У командера, например Имеют очень-очень-очень Низкий приоритет найма И прикол в том, что когда командер атакует И открывает замок Вот эти рейд-юниты вылезают И начинают выпаливать Там у него рабы Здесь у Ричарда рыцари То есть когда Ричард будет атаковать Тогда мы будем видеть очень много Рейд-конницы, которая будет уничтожать Все здания волку Ну или не уничтожать Все зависит от того Насколько же Ричард Хорош или нехорош Ну вы видите, что рейд-конница смогла наняться Причем и без всякого Рода атак Главное, что Ну она сдохла, конечно Но все-таки Они нанялись И уже это прогресс Серьезный прогресс Так что будем ждать У Ричарда здесь всего лишь одна катапульта При этом у Волк тоже одна катапульта Но что-то как-то пока Никак Как понимаю, они бьют по башне Да, они бьют по угловой башне И по угловой башне там летает иногда По хижинам, не по хижинам У Ричарда уничтожена катапульта У Волк все еще они есть Но рейд-конница будет наниматься у него очень долго Главное, что Да еханый ты бабай Он просто попадает по этим катапультам Главное, что правильно Я не знаю У него там авто АИМ стоит Или АИМ-бот стоит У Волка Как он попадает по катапультам? Что это такое? Да ну серьезно Ну тут не попадает Окей, здесь АИМ-бот просто отключен Он решил по башне пострелять вместо катапульта Не, ну это реально Прикол приколов Снова пошла катапульта Катапульта убивает инженеров Катапульта уничтожает катапульту Естественно АИМ-бот Потому что Да он просто не палится Вон инженеров Просто смотри, щелкает инженеров Как Как я не знаю у кого Просто берет и щелкает Здесь Ну много промахов конечно было Но опять попал по катапульте Волк атакует Кстати Ну и Ричард атакует Тут еще вон рыцари бегают Рыцари кстати скоро будут готовиться К своей вылазке Терроризировать Ричард должен Терроризировать Конечно я ему Не выставлял так Как Фридриха Барбароса Но примерно Рыцарь у него столько же Сколько Фридриха Барбароса Так что Будем посмотреть Как вообще Он с немецкими Технологиями будет справляться Фридрих Барбароса У нас немецкий Увелитель Волк уводит Что посмотрим Что он вообще сможет сделать 29 у Волка 31 у Ричарда Пока они идут вровень Никаких проблем Но я знаю Что если Ричард Вдруг ни с того ни с сего Не сможет За примерно Хотя бы 4 атаки Забрать Волка Дальше у Волка Шансы выиграть увеличиваются У Ричарда Ноль оборонки От слова совсем Ну может он еще По одному лучнику На каждую башню добавит Но не более того У него реально Ноль оборонки Именно что прям Ноль Бегут снова рыцари Я не знаю Что эти рыцари делают Но вроде как Работают в оазисе Причем неплохо так работают Иногда даже Перерезают нужных лучников Но правда Рыцари сейчас Получают серьезно От огневых баллист Прям по щам 5 огневых баллист Это конечно сильно Но авто аимка У господина Волка Это еще сильнее Потому что У Ричарда Такой авто аимки нет И у него просто Вот Уничтожают катапульту И все Потому что тут баллиста Какие-то манганели 4 манганели Эх да Но Ричард все равно С замком 8 У него замок Не простаивает Никогда Поэтому замок Хорош Здесь в принципе Очень много Производящих оружия Зданий В общем Ричард Должен Ну хоть что-то Попытаться показать Со своими рыцарями Которыми Он мог бы Что-то показать Ну в общем Пока я вам покажу Вот этих рыцарей Потому что они тут Что-то прибежали Что-то постарались Уничтожили одно здание Уничтожили второе здание Отсосали Буквально От одной манганели Потому что Одна манганель Смогла просто Двоих забрать Справедливый Естественно Волк Максимально Справедливый Да это походу Опять манганели Максимально Справедливый Волк Снова уничтожает Катапульту Хотел я сказать Другую фразу Но уже ладно Я не вижу рыцарей Вот они есть Как бы Я надеялся На другой результат Где Где Рыцарь Ричарда Где Ни одного нет Волка Пекинес Справился Причем У Ричарда Бегут базовые Пекинесы Справляться с лучниками Но У нас И баллисты И манганели И лучники И арбалетчики И кого там Только нет А еще Арабы дерутся В рукопашку Охренительно Они же Положат Блин Копейщиков В рукопашку Потому что Копейщик Это хлам По сравнению С арабским Лучник Да-да О кстати А в это время Ричард тут побежал Бить Лесопилки Волка Отлично Это самый лучший Расход Рыцарей Ричард Благодарю Вообще Охренительный Расход В это время Волк 36 тысяч По сравнению С 32 У Ричарда И волк Почти готов Атаковать Но я говорил Что примерно 4 атаки Должно Случиться Для того Чтобы Изничтожил Волк Ричарда То есть Шансы Прям были Максимально Высокие Потому что Ричарда Ноль оборонки Волк Будет легко Пробиваться Тут может Не Ну выпаливать Конечно Войска Волка Будет С этим Я думаю Не будет Но все же Чем Хуже Выпаливаются Войска Волка Тем Лучше Ричард Будет Умирать Все же Как-никак Тут еще Конечно И манганелечки Есть Которые Тоже Могут Разобраться Со многими Вещами Ну ребят После 4 атак Плюс 60 Арний Примерно Это сильно Поверьте мне Там Пикнеры Мечники У волка Плюс 60 Это реально Очень сильно В это время Кстати говоря Ричард Который Пытается Все еще До сих пор Отвоевать Оазис Естественно У Ричарда Европейские Лучники Базовые Вы видите Что творят Сейчас Пикнерами Просто Просто Лучники Арабские Творят Что с Пикнерами Посмотрите Что они С ними Сделали При этом Я не понимаю Почему Европейцы Здесь Странная Фигня Хотя нет Тут один Европейц Отстреливается Но Просто Что Он Не Видит Арабского Лучника Вроде Пытается Но Че Так Не Может Кого Может Того Отстреливает То есть Он Убьет Араба Он Убил Араба Одного Еще Убьет Кого Нет Уже Больше Никого Не Убьет То есть Европейцы Реально Просто Слабее Ричард Сам По себе Слабее Я Надеялся Что Рыцари Ему Помогут Но Че То Как То По Моему Нет По Моему Че То Как То Вообще Нет Абсолютно Нет Хотя Рыцаря Он Должен Нанимать Очень В Это Время Волк Две Нефтянки Че У него Тут Еще Смотри Сколько У него Тут Каменолом И Три Рудника Сколько Там Целей Для Рыцарей Если Рыцари Хотя Один Раз Ворвутся А Напоминаю Что Бага С Каменолом Я Не Исправлял Потому Что Иначе Это Будет Бесконечная Битва Прям Совсем Нужно Ну Хоть Как То Реализовывать Преимущество А то Что Это Такое Нифига Все Рыцари Бегают Уничтожают Да И Никакого Преимущества Вообще Не Честно Это Реально Честно Когда Трата Армии Чем Такая Серьезная Трата Армии Пикинеры Изничтожаются Конечно Ну Такое Себе Не Сейчас Придут Арбалетчики Арбалетчики Пострелюкают Немножечко Это Хорошо Кстати Говорят Что Арбалетчики Сюда Пришли Потому Что Они Здесь Серьезно Могут Нанести Ущерб Ричарду Мне Интересно Только По Кому Они Вообще Стреляют Я Рыцарь Пришел Но Рыцарь Что Не Он Помог Серьезно Но Давайте Посмотрим На Атаку Волка Уже До Конца Потому Что Эти Рыцари Умирают Влетает Вся Армия Волка Как Вы Видите Подпаливаются Мечники Подпаливаются Пикинеры Ну Не У Ричарда Большая Армия Для Того Чтобы Здесь Легко Отбиться Никаких Проблем Не Будет Конечно Пикинеры Немножечко Горят Мечники Подгорают Все дела Но Защиты Никакой Нет Волк Легко Открывает Замок Ричарда И легко Абсолютно Может сюда Зайти Вот Пожалуйста Показывай Он реально Легко Это делает Кстати говоря Ричард В это время Пошел Вот так То есть Сейчас Он Наконец-то Будет Нанимать Рыцаря Ричард Пошел В серьезную Атаку Я что-то Вообще Не видел Очень давно Атаки Ричард А тут Аж 4 Осадных Орудия Строит Вообще Все неплохо Прилетают Катапульты Прилетает Хотя бы Один инженер Должен дойти Ни одного Инженера Увы Не дошло Это плохо Пришла Конница Конница Здесь конечно Посасывает Потому что Очень много Мультфолист Да и Очень удачно Они поставлены Да и Ричард Прям по прямой Бежит Неприятная Фигня Конечно Получилась Ничего Такого Такого Я не ожидал Подворота Но все же Ричард Просто просрал Своё Войско Атаки Предварительные Результаты 52 тысячи У волка О-о-о-о И 28 тысяч У Ричарда Давай ускорим Потому что Это битва Что-то каких-то Мастодонтов Которые очень Медленные Неповоротливые И пытаются Что-то сделать А толпа Пока что Нет Уничтожается Одна катапульта Ричард Уничтожается Вторая катапульта Ричарда Будет ли он Ещё их подстраивать Вопрос хороший Надеюсь Что да Катапульта пошла фейсболисты ну две катапульта построились то есть у нас здесь где-то еще должны быть катапульты волка но что-то я их не вижу походу не будет больше зато будут катапульты ричард ну прекрасно главное что все получит посмотрите ты смотри что происходит с войсками прекрасно все происходит с войсками войска то потихонечку вроде отвоевывают у волка оазис прям хорош на вот у ричарда не особо и было бы неплохо ричарду тоже озаботиться о своем оазисе то что вы видите что у него с едой происходит он видимо еду все-таки закупает что по волку а у волка все хорошо с едой ну понятно что хлеб он закупает там сыр он закупает но яблоки у него есть и хмель у него есть и артобер феста настраивает пивко ж есть да вроде есть пивко вон да тут и религия есть блин все у волка есть все в принципе что вообще душе надо конечно можно было бы здесь очень многое про оптимизировать но уже лад знаете так уничтожается снова напрягающий катапульта ричарда у ричарда все еще напрягающий катапульта есть впрочем он реально мог бы очень много чего волку сделать но тут смотрите 4 манганели которые просто изничтожают все что вообще есть здесь у ричарда вот он только приехал катапульта она уже умирает можно было бы попробовать пострелять как то на расстоянии кpound и баты этого не делают но иногда бывает ну а нет вы почему-то не дед они это против игрока отлично применяет а почему то против друг друга они реально хреново это делают смотри сколько конницы бегают бука ты смотри сколько конница бегает у волка и кстати говоря это конница часто пойдет ведь часто ведь скоро пойдет потому что войско волк уже потихонечку пошло А вот у Ричарда что-то вообще никакого найма. То есть, не, у него найм есть, но вы видите популярность. Популярность такая себе. 48, 50. Что-то он вроде пошел, пошел, пошел. Но что-то как-то по деньгам слабенько. Волк уже начал следующую атаку серьезную. Причем реально серьезную. Сейчас придут арбалетчики. Арбалетчики постреляют серьезно, так? Будет ли какая-то осадная машина? Да, катапульта нанялась. Катапульта, кстати. Посмотри, кого уничтожает катапульта. Просто инженеров пошла рубить по полной программе. Волк, как обычно, в своем репертуаре. Включила им, разрубил несколько инженеров. Молодец, молодец. Так и надо играть. А почему бы нет? Ну и уже у Волка здесь не так много армии осталось. Но что-то рыцарь побежали. Рыцари изничтожили. Пришла катапульта. Катапульта напрягающая тоже изничтожили. Чуть-чуть инженеров тоже изничтожили. Боже, как больно Волк. Ой, Волк, ой. Боже, как больно Ричард. Уничтожается башня и все. Ну, на этом атака Волка закончилась. Но башня уничтожена. В замок он постоянно заходит. Сколько он инженеров потерял, этот Ричард? Ой-ой-ой. Волк инженеров не теряет. Ну, относительно. 72 тысячи. Ничего вообще не делают рыцари Ричарда. Ничего. Если только, может быть, Ричарда специализировать на постоянных атаках, напрягающих рыцарских, то, возможно, он бы что-то показывал. Но на данный момент времени я вообще не вижу никаких толковых усилений, что ли, для Ричарда. То есть просто дали ему рыцарей, а он ничего не делает. Вообще. Но при этом я оставил задумку Ричарда именно такой, как и должна была быть. Ну, фаеровская. Именно из-за этого, скорее всего, такая ерунда. Но будем ждать еще атаку Волка. Волк у нас старпер очень долгий, вы знаете. Так что будем реально ждать его атаку очень долго. Уничтожается немного конница Волка, потому что здесь все-таки есть Манганель, которая пытается что-либо сделать. Не знаю, кстати, по лучникам, по европейским. По европейским, по арабским. Она, наверное, что-то вообще не попадает. Очень странно. Хотя хотелось бы, чтобы оно попадало. Пришел еще один лучник и все, и сгорело. А Ричард в атаке. Вот это уже повеселее. Ричард пошел в атаку. Появляется у него осадные орудия. Осадные орудия, кстати, должны были быть построены немножечко по Адалине. Что-то совсем слишком близко строится. Да и ладно. Главное, что они пытались построиться, но никогда не смогли, потому что здесь очень много денег повесить. Всякого разного рода других штуковин. Войска Ричарда, ну, серьезное. Но я бы сказал, что прям совсем 15 тысяч у Ричарда осталось. Ничего не могут эти рыцари. Я не понимаю, почему они вообще не нанимаются. Хотя задумка была оставлена именно такая, как и должна быть. Но они не нанимаются. И это хреново. Это реально хреново. Опять какой-то, получается, демодрель. Да, у меня тут чуть-чуть подшоркивает колоночка. Задолбенили они дрелят. Я отвечаю вам. Каждый гребаный день в течение 7 дней в неделю. Ну, кстати, а рыцари здесь уже в этот раз неплохо пробежали. Если бы они так всегда выбежали, прямо сейчас бы Ричарда начал атаковать, было бы все шикарно. 16 тысяч Ричард что-то даже немножечко денег зарабатывает, что ли. Ну, это неплохо, это неплохо. Но остается надеяться, конечно, чтобы он был на натуральном производстве, чтобы он оружие сильно так не покупал, чтобы оно ему приходило. Лучше так, чем никак. Это тогда будет очень серьезно для господина Ричарда. Он не тратит денег слишком много, и он пытается хоть что-то сделать. Надеюсь, вы это не слышите. Реально забрали. Хонница побежала, но почему-то Хонница вообще не хочет атаковать именно так, как она должна атаковать. Они не атакуют. Что у Волка по атаке? У Волка 330 армии, надо подождать еще 2 атаки. Ну, Волк уже по деньгам забудьте, там бесконечность. А вот у Ричарда нифига не бесконечность. И Ричарду все будет хуже, хуже и хуже становиться. Я-то ведь надеялся. А, я-то ведь надеялся. Получается, его надо еще сильнее. Ну, тогда да. Тут надо именно, получается, по вероятности в найме его. А то тут что-то Волк... О, Волк уже атакует. О, ну отлично. Значит, еще буквально одна атака, и все. И тогда уже будет у Волка в разы все жестче. Он там чуть ли не будет давать, поэтому Ричарду, поэтому будем посмотреть, как говорится. 300 скорости я поставлю, потому что все равно медленная фигня. Я все успеваю здесь делать. Все успеваю отследить. Все успеваю не отследить. Получается, тревюшей катапульта. Ничего вообще никто не делает. Ни тревушки, ни катапульты у Ричарда. Хотя, кстати говоря, здесь есть манганели и все остальное. Но они ни черта себе не делают. Это очень неприятно. Пришла армия Волка. Армия Волка тут чуть-чуть подгорает. Башня была уничтожена. Армия Волка, кстати говоря, заходит в замок. И, скорее всего, она сдохнет, потому что она все-таки постояла немножечко под манганелями и лучниками. Но это уже было очень неплохо, очень недурно. Как говоря, армия Волк снова подходит. И здесь уже вполне возможно даже сможет кого-то и разгромить. Получается, у Ричарда всего лишь 16 тысяч. То есть Ричарда вообще ноль. Ноль на данный момент времени. Если бы еще конница прибежала, бой бы было бы хорошо. Но конница не бегает. Наверное, я так понимаю, конница не считает Ричарда за соперника. Именно поэтому Волк такой, ай, я даже не буду посылать на этого бездаря. Он все равно ничего не может. Вот эта катапульта, кстати, расстреливает неплохо. Вопрос лишь том, убьют ли ее или не убьют. Ну, желтые попали по ней чуть-чуть. Она чуть-чуть поближе подъехала, попыталась. И вот теперь ее слили. Обидно. Но это уже баллиста слила. Ага, у Волка появилась напрягающая катапульта. Это тоже уже, говоря, неплохо. Но все-таки ее должны уничтожить постепенно. Да, ее уничтожают. Еще баллисточка отрабатывает. Не очень все и приятно. Хотя хотелось бы, наверное, чуть-чуть получше. М-да. М-да. Что по Волку? 301 армии, бесконечное количество денег. 9300 у Ричарда. Ну, Ричард здесь постепенно проседает, я так думаю. Он даже не то, что постепенно проседает. Он будет постоянно проседать. 402 скорости сделаем, может, потихонечку. Вроде привыкаем. Потому что реально, ну, ничего не происходит, кроме того, что Волк здесь в Азисе терроризирует, причем знатно. Даже если что-то и произойдет. Ну, кстати, лучников много. Не-не, Ричард сейчас нормально так это. Азис его отбивает. Просто что подбегают арабские лучники. Арабских лучников реально серьезно здесь. А если подбегает конница, которая еще вот здесь вот любит иногда постоять где-нибудь на защите какого-нибудь здания, то начинается лютая жесть. Ну, видите, что происходит с катапультами Ричарда. С катапультой Ричарда ничего вообще не могут. Не, они отстреливают Волка. Ну, как-то... Как-то... Две катапульты. Ну, такое себе. Вот если подбегают четыре... О, как же он будет. Пришла конница. Конница сейчас серьезно поможет. Но, по-моему... А, нет. Вот теперь конница серьезно поможет. Смотри, половина конницы побежала на Ричарда. Половина конницы не побежала на Ричарда. Великолепно. Главное, что они здесь конкретно так отвоевали Азис. И у Ричарда действительно проблем. 5800. У него не хватает вообще никаких ресурсов. То есть, у него вроде 4 рудника, 3 каменоломни. Если было бы столько же, сколько у Волка, было бы намного лучше. А Волк атакует. Ну, вот она четвертая атака. И после нее Волк уже будет прям терроризировать еще более круто. Давайте чуть уменьшим скорость. Нам все-таки хочется посмотреть на атаку Волка. Прям во всей своей красе. Я так понимаю, сейчас уничтожение будет знатное. Да, уничтожение пошло. Вы видите, что делает Манганелли. Манганелли, прямо говорят, чудеса чудес. Прилетает одна катапульта. Катапульта это неплохо. Уничтожает сразу же инженеров. Ну, а потому что может. Арбалеты все сдохли. Прибегают. Немножечко конные лучники здесь рядышком. Пробегают. Уничтожали всех лучников, которые только в принципе возможно. Атака Волка уже пошла. Атака, кстати говоря, Ричарда тоже пошла. 4 осадных орудия. 4 осадных орудия получилось. Открывается замок. Открывается замок. Ну и атака. Что, Волк получается убил Ричарда? Ну тут как бы армия. Вот она, вот она. Армия атаки. Ну и что это такое? Ну и что это такое? Ну и что это опять за окончанием? Ну что это опять за окончанием? Армия Ричарда, напоминаю Вот он, вот он, вот она Ну, зато просто закончил Свои мучения, потому что Ричард с рыцарями Ни хрена против Волка не смог Увы и ах Я тут даже ничего говорить не хочу Возможно расположение неудачное Возможно замок неудачный Но чёрт подери, если Ричард не может уничтожить В лучшем замке Волка даже с улучшением Значит Ричард говно Увы и ах Спасибо за просмотр, с вами был Роджа Надеюсь что вам понравилось, не ленись и подпишись на канал Ну и удачи, до следующего ролика Возможно таких экспериментов будет ещё больше Филиппа ещё на очереди там Ну вы знаете Ну а я всё ещё категорически приветствую Союзников Месяца, которые не боятся Оставить меня в беде Рыцарей Месяца Которые в этот раз отличились Прям что надо Ну и встречайте королей года этого канала, ребятки Вам вообще отдельное благодарное За то, что вы есть За то, что вы смотрите Ну и естественно За то, что вы поддерживаете моё творчество Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok